Ситуация с коронавирусом Владимиров вновь напомнил об исключительно добровольном порядке вакцинации. Краевой общественно-волонтерский центр отметил год своей работы. Единым фронтом добровольцы начали трудиться как раз в марте 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. Все это время активисты помогают тем, кто больше всего в этом нуждается. Пенсионерам доставляют продуктовые наборы и лекарства, врачам помогают добраться к пациентам. Многие активисты работают в колл-центрах больницы-поликлиники и обеспечивают медиков приборами для измерения кислорода в крови. Уже, конечно, людей болеет не так много, но вот, так сказать, в разгар второй волны прям очень большой объем был этой работы. Сейчас, конечно, остается помощь в таких локальных сферах. В правительстве края активистов поздравил губернатор Владимир Владимиров. Награды получили 66 человек. Среди них и студенты-медики, которые работают в красной зоне. Всего же в волонтерской деятельности на Ставрополе участвуют больше двух тысяч добровольцев. Волонтеры, пожалуйста, пришли, наборы, 320 тысяч наборов произнесли, помогли людям старшего поколения. Потом пошла большая-большая эпопея, связанная с дистанционным обучением. 700 планшетов, 4 автомобиля, опять это люди-добровольцы, люди, которые своим сердцем живут и через свое сердце никогда не закрывают от чужого горя. Новый сквер построят в Октябрьском районе Ставрополя. Он расположится рядом с улицами Руставели и Азовской. Там оборудуют зону отдыха, детскую и спортивную площадки. Также специалисты уложат брусчатку на пешеходных дорожках. По всей территории сквера установят удобные лавочки и современные светильники. Работы пройдут в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив. В этом году в Нефтекумском округе отремонтируют 8 километров региональных трасс. Работы пройдут на участках Буденовска, Чекулак, Нефтекумск и Ачекулак, Махмудмиктеп, Тукульмиктеп. Для местных жителей качество этих дорожных объектов имеет большое значение. Как только позволит погода, специалисты обновят покрытие, установят знаки и нанесут свежую разметку. Реконструкция пройдет в рамках краевой госпрограммы развития транспортной системы. В поселке Преградном Красногвардейского округа ремонтируют филиал детской школы искусств. Специалисты уже завершили демонтаж пола и дверных проемов, а также установили окна. В ближайшее время в учреждении планируют привести в порядок коммуникации. На ремонт выделили более 3 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура». Продолжение следует...